Приветствую вас. Как-то я не очень понял. Вот первую часть вашего вопроса, где вы спрашиваете о том, получится ли у меня купить дом, который я хочу, или придется перестраивать, или терять дом моего друга, или не то, не другое. Здесь я, наверное, вынужден буду вам сказать, что это вопросы больше к эзотерикам, они не связаны с психологией, и если вы хотите получить ответы на них, на эти вопросы, то я бы рекомендовал вам задать именно вот эту часть своих вопросов в раздел «Эзотерик». Он находится рядом с разделом «Психология». Но интересно, что вы выбрали наш раздел и написали раздел «Любомых отношений», то есть вы целенаправленно пришли к нам, к психологам. И далее вы пишете свой вопрос о том, что ваш мужчина, он, значит, ну, не желает с вами съезжать, не желает с вами вступать в серьезные отношения, делать предложения вам не хочет. И вообще, как я понял, тянет резину. И ваш вопрос заключается в том, как человека подтолкнуть к тому, чтобы он захотел все-таки сделать вам предложение, захотел все-таки, чтобы вы стали его женой, супругой, в общем, и вообще спутницей жизни. И начать свой ответ я бы хотел вот с чего, пожалуй. Ну, во-первых, вот первое, с чего я хотел бы начать свой ответ, это с донесением до вас, по моему мнению, довольно-таки такой, знаете, ну, не то чтобы прямо очевидной, может быть, мысли. Может быть, эта мысль и не такая прямо очевидная будет для вас. Но, тем не менее, она довольно важна. Эта мысль заключается в том, что если мужчина не делает вам предложение, если мужчина как-то вот не развивает ваше отношение, да, то это означает, что ему данная ситуация, вообще-то говоря, удобна, ему в этой ситуации комфортна, и менять он ничего не хочет. То есть, говоря иными словами, ему полностью устраивает тот факт, что вы сейчас находитесь в определенного рода отношении. Машинник, его это устраивает, ему это нравится, вот, и он менять ничего не хочет. Это, собственно, то, первое, что я вам хотел сказать. Значит, понимаю, что, скорее всего, вы это знаете, вот, но далее, далее. Из этой мысли логично вытекает, на мой взгляд, следующее, что если мужчину все устраивает, если ему все нравится, если его целиком и полностью удовлетворяет то, что есть сейчас между вами, то, естественно, он не будет менять ничего в вашей жизни просто потому, просто потому. Для этого нет оснований. И мужчину необходимо вывести из зоны комфорта, чтобы он начал что-то делать. Либо двигаться немножко в другом направлении, которое связано, например, с тем, чтобы мужчина, допустим, получил бы то, что ему не хватает, то, что ему нужно. Иными словами, у вас есть два основных направления решения вашей же проблемы. Первое направление, оно заключается в том, что вы можете, например, дать мужчине то, чего он хочет. Вы можете помочь мужчине, значит, получить от вас то, что ему нужно. Иными словами, иными словами, почувствовать себя мужчиной в большей степени, чем то, что есть сейчас. То есть, что это значит? Если вы дадите мужчине понять, что именно с вами он может получить то, что ему нужно, и если вы дадите мужчине понять, что именно в отношениях с вами он будет получать то, чего он хочет, то у него будет больше мотивов для того, чтобы привязать вас, условно, так скажем, к себе. А пока, пока этого не происходит, пока он этого не чувствует, ну, соответственно, подобной мотивации у него и нет. Нет у него нужды в том, чтобы делать вас своей, потому что он понимает, что ничего, кроме обязанностей, он не получит в этом случае. И вам нужно постараться дать человеку понять, что вот с вами он как раз-таки будет чувствовать себя мужчиной, будет чувствовать себя там реализовывающимся, ну и так далее, и так далее, и так далее. Если вы сможете это ему дать, если вы сможете это ему показать, то мужчина при наличии к вам чувств, конечно же, сделает вас своей женой. Если нет, если подобного не будет, если подобное вы уже пробовали, то я тогда вам рекомендую действовать в следующем направлении, а именно в каком направлении. Вам нужно донести до него вот эту позицию вашу, которую вы, в принципе, высказали нам, то, что вам 44 года, и что вы не собираетесь встречаться всю жизнь, да, два, две, два раза в неделю. То есть вам нужно донести до своего мужчины это, что вы не будете всегда довольствоваться тем, что он вам дает. Ну, не будете вы этого делать. И покажите мужчине, что вы от него отдаляетесь, например. Покажите мужчине, что вы, например, как бы, ну, от него отстраняете. Покажите мужчине, что вы, там, как-то вот высказываете свое недовольство, да, и так далее. И, опять же, если у него есть к вам чувство, если у него есть к вам влечение, если у него есть желание быть с вами, то он, естественно, какие-то действия предпримет для того, чтобы вы были его. Это момент, я надеюсь, совершенно понятный. Вот. И в таком случае вы получите полное представление вообще о том, можно ли вам на что-то рассчитывать с ним. Ну, или, соответственно, нельзя. То есть, вот, вам придется этот момент выяснить. Если не боитесь выяснять, если не боитесь его потерять, ну, допустим, допустим, например, то все у вас получится. Ну, если боитесь, то тогда, конечно, ситуация может быть довольно прискорбная, и у вас может, ну, возникнуть проблема. На мой взгляд. Опять же, только на мой взгляд у вас могут возникнуть проблемы. То есть, вы можете не смочь, например, повести себя должным образом, у вас может не получиться поступить правильно, ну и так далее. Вот. Прошу вам сказать так же, что когда вы человека, условно говоря, пытаетесь ну вот подстроить под себя, да, как вот вы это делаете сейчас, например, вы волей-неволей оказываете на него определенного рода давление. и я хотел бы, чтобы вы отдавали себе отсчет, ну, как минимум, в том, как минимум, что, значит, данный аспект, а именно вот отбег того, что вы давите на человека, может не привести вас ни к чему хорошему. По той простой, на мой взгляд, причине, что мужчина почувствует, что вы хотите его, как бы, охомутать, и он может от вас из-за этого отдалиться. Если данного аспекта вы не хотите, то вам нужно будет обязательно сменить свою модель поведения с ним, ну, хотя бы вот хотя бы так, чтобы эта модель поведения, ну, может быть, в большей степени учитывала его какие-то желания, его какие-то потребности, но при этом не забывали о себе. С другой стороны, у меня сложилось ощущение, у меня сложилось такое вот, значит, ну, представление, да, что вы, может быть, сами того не замечая, пытаетесь человека представить так, чтобы он соответствовал вашим требованиям, чтобы он соответствовал вашим, ну, представлениям вообще о жизни, о семье, то, что вот вы хотите с ним эту самую семью. И вопрос здесь заключается вот в чем. Акцентируете ли вы внимание на том, что семью хотите только вы, или акцентируете вы внимание на том, что семью хотите вы оба. Это вот, на мой взгляд, на мой взгляд, это очень важный момент. Потому что, если мы говорим с вами о каких-то совместных действиях в отношениях, то нужно, чтобы вы, ну, как минимум, понимали, чего хочет мужчина, вот, что ему нужно, что для него ценно, и так далее. И только так, через ориентацию, через ориентацию, через акцент на его желания какие-то, да, можно прийти к тому, что, ну, что человек будет, например, поступать так, как вы этого, ну, как вам хочется. Для этого он должен понимать, что удовлетворяется его желание, его потребности. А если этого не будет происходить, то человек будет довольно-таки негативно относиться к тому, что, вот, вы пытаетесь, там, построить с ним семью, и он будет сказать, что вы просто-напросто его как-то, вот, пытаетесь его, как я уже сказал, охомутать. Далее, далее, момент, который я хотел бы сказать вам последним. Момент этот заключается в том, что вы говорите, что вам нужно предложение, как я понял, вам нужна семья, вот, и здесь я бы хотел, чтобы вы постарались ответить на вот такой вопрос. Зачем вам нужна семья? Пусть этот вопрос не покажется вам странным, потому что от того, как вы на него ответите, от того, как вы на него отвечаете сами, сами для себя хотя бы, я уж не говорю про нас, а вот от того, как вы отвечаете сами для себя на этот вопрос, и зависит то, как вы будете выстраивать отношения за своим мужчиной в дальнейшем, потому что, если вам нужна семья для реализации собственной, то мужчина, как вы наверное догадались уже, мужчина выступает здесь как бы, опять-таки средством для реализации ваших потребностей, что не является чем-то хорошим и правильным. а если вы пытаетесь например построить семью для того, чтобы ну просто вот чтобы быть счастливой, чтобы сделать счастливым своего мужчину, например, то тогда ситуация немножко по-другому обстоит конечно. И вам в этом случае нужно будет просто грамотно выстраивать свою модель проведения в мужчине и ориентироваться именно на то, что делает его счастливым. То есть не то, что вам нужно для счастья, да, не то, что вы хотите для себя, а то, что нужно мужчине для него, то, что его, именно его сделает счастливым. Это вот на мой взгляд те важные моменты, о которых вам обязательно нужно сказать. То есть чтобы мужчина захотел сделать вас своей женой, мужчина захотел этого, нужно, чтобы вы дали ему понять, что ориентируетесь вы на его счастье, ориентируетесь вы на то, чтобы ему было хорошо. И вот тогда у него будут все основания для того, чтобы взять вас в зону. И я полагаю, что вот этот момент, этот аспект является ключевым. Потому что в своем сообщении, еще раз повторю, может быть так получилось, что мне это просто показалось. Или вы так написали свое сообщение. Такое бывает, по-разному все бывает. Вот. А неважно. Суть в другом. Суть в том, что вам необходимо вот просто необходимо, да, ориентироваться на человека, ориентироваться на его представление о счастье. Вот это все вам просто совершенно необходимо, если вы хотите построить с ним отношения. Вот я думаю, что именно так можно вам ответить на ваш вопрос. Надеюсь, что он был вам полезен, мой ответ, потому что я хотел раскрыть все нюансы вашей проблемы, вашего вопроса. Вот. Хотел бы только добавить о том, добавить еще, что очень важно как вы выстраиваете свою модель женского поведения по отношению к мужчине. То есть вот как вы себя ведете с ним, с мужчиной, я имею ввиду. То есть что это значит? Что это значит? Вот если вы ведете себя как классическая женщина, то вы как бы подчиняетесь воле мужчины. Да? Если вы ведете себя как женщина-лидер, то вы наоборот воле мужчины не подчиняетесь, а как бы его пытаетесь подчинить своей воле. Это нехорошо и неплохо. Это просто ваш выбор ваш выбор поведения. Ваш выбор модели поведения. Вот. Значит, вам нужно просто выбрать для себя то направление в поведении. Главное не выбрать для себя ту модель поведения, которая бы вас устраивала быть целиком и полностью. Чтобы вам нравилось, чтобы вас устраивало, чтобы вас удовлетворяло. и мужчину вам нужно выбирать себе подстать. Подстать вашей модели поведения. То есть, понимаете, не его как бы пытаться переделать, как это вы сейчас делаете, пытаясь добиться добиться от него того, что нужно вам. А именно мужчину выбирать подстать. То есть, чтобы это был такой человек, который бы вас целиком и полностью бы, например, устраивал. И вот только тогда вы будете счастливы. Надеюсь, вы меня постараетесь услышать и извлечь какую-то пользу, извлечь какие-то выводы из моих слов. На этом, я думаю, можно будет заканчивать. Надеюсь, что помог вам. если у вас остались ко мне вопросы, вы можете задать их в личку, буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго, удачи и успешного разрешения данной ситуации. Продолжение следует...